Добрый день! Это «Картина мира» и я Михаил Ковальчук. Обеспечение лекарственными препаратами населения есть важнейшая задача любого государства. Но сегодня это происходит в условиях рынка и формирования этого рынка. И вопрос заключается в том, что, с одной стороны, сложная проблема научная, сложная проблема научно-организационная, и в то же время она очень сильно зависит от рыночной экономики. И в этом смысле мы должны понимать, что, воссоздавая фармацевтическую промышленность, мы находимся в принципиально новых условиях по сравнению с тем опытом, который мы имели в советское время. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Сегодня в программе. Новая на рынке фармацевтики. Что помогло российским лекарствам начать достойно конкурировать с импортными аналогами? Жизненно важные препараты и их производство. Как обеспечить качество по доступной цене? Белковая фабрика. Почему для создания лекарств нужны новые знания о биомолекулах? Сегодня у нас в гостях генеральный директор одной из крупнейших отечественных компаний биотехнологической и фармацевтической Биокат Дмитрий Леонидович Морозов. Здрасте. Добрый день. Дмитрий Леонидович, вы знаете, я вот, предваряю нашу беседу, хотел бы адресовать нашим телезрителям некое описание того, что собой представляет сегодня лекарство. Любое лекарство сегодня, фактически, грубо, вот так сказать, обычное, оно имеет как бы два смысла. Либо у вас чего-то не хватает, например, секрета поджелудочной железы, и вам надо заместить этот секрет. А другая вещь, это выплескивается, например, там какой-то гормон, адреналин, у вас сердце начинает биться больше, поднимается давление и так далее. Значит, вам надо сделать так, чтобы этот секрет, гормон, не выплескивался. Значит, надо блокировать какие-то рецепты. Вот, грубо говоря, два типа лекарств, по сути. Теперь, что это означает? Что вы должны изучить, взять секрет данной железы, например, поджелудочной, превратить его в кристалл, посмотреть его структуру трёхмерную на сенсатурном источнике, расшифровать эту структуру на компьютере, затем после этого фактически воспроизвести его химический или биологический аналог, а после этого пройти целую сеть испытаний, всего остального. Ну, то есть любое лекарство, то же самое касается и с другим типом лекарств. Абсолютно та же процедура. Значит, вопрос заключает в том, что сегодня, когда вы подносите к рту таблетку, вы должны понимать, что за ней стоит очень длинный и сложный путь, в первую очередь, научных исследований. На сложнейших дорогостоящих установках. После этого идёт следующий этап. Это производство, это сложные рыночные механизмы продажи этих лекарств. Вот у нас в Советском Союзе, например, я могу вам сказать, существовала одна из самых крупных в мире микробиологических, биотехнологических промышленностей. Мы выпускали абсолютно всю стопроцентную номенклатуру сырья для антибиотиков, витаминов, кормовых добавок, аминокислот. Всё производили, кроме одного наименования антибиотика. Дальше, когда началась перестройка, произошла простая вещь. К нам пришли, сказали, у вас всё, это касалось не только биотехнологического рынка, касалось рынка любого. Смотрите, вы всё производите, но это неконкурентоспособно, немного не соответствует нашим стандартам. Давайте мы сделаем так. Вы остановите производство. Мы сейчас вас приватизируем, проинвестируем, у вас будет новейшее, самое современное производство, а пока мы вам завезём своё. Это был фактически механизм уничтожения наших промышленных первых высокотехнологий. И в этом смысле, я почему так долго об этом говорю, чтобы вы, уважаемые телезрители, понимали, что мы начинали с нуля, когда мы стали возрождать эту промышленность. Известный же пример, что немногие телезрители знают, но что эпидемию полиэмилита в Японии остановили мы, Советский Союз. Несмотря на... Наша вакцина полиэмилита была самая лучшая. В мире была вакцина, и несмотря на то, что были сложные отношения в то время как бы с капиталистической Японией, Советского Союза, да, японские матери вышли на улицы, требуя от правительства закупить вакцину в Советском Союзе для того, чтобы остановить эпидемию полиэмилита. Институт Чумакова, да, имени Чумакова, активно участвовал в вакцинации детей в Японии и остановили эпидемию. За Японией последовали другие страны. Это была Индия, это была Бразилия, это была... Это вся Латинская Америка фактически. Это был такой вызов, который стоял перед вирусологами того времени. Фантастические были люди, очень самоотверженные, как бы работали с не совсем понятными патогенами. Они много сделали интересного в науке. Мы победили это заболевание, очень тяжело. Или, например, другой пример. Первый завод по производству антибиотиков в Китае, в провинции Сичуань, был построен в Советском Союзе. И Институт антибиотиков, который вот здесь, в Москве, находится, да, как бы, так сказать, вот, находился, да, трансферировал технологию совершенно бесплатно, помогая огромной стране для того, чтобы бороться с инфекционными золейами. И таких примеров масса. Да, Советский Союз был очень передавая, как бы, страна в области фармацевтической разработки, в том числе тоже, да. И дальше что произошло? В рамках кооперации в Союзе, да, так сложилось, что готовые лекарственные форумы мы делали там во всех странах Советского блока, а делали крупнотоножную химию очень хорошую, серьезный синтез, разработка. Это было такое разделение труда международное, глобальное, да. И когда мы видим, что делал Советский Союз бесплатно, с точки зрения трансфера технологий, с точки зрения обучения, практически вся индийская фармацевтическая промышленность была построена выпускниками наших советских вузов. Химики, фармацевты, микробиологи. Это все было так. И поэтому сейчас, когда в свое время, это уже где-то, наверное, может быть, 10 лет назад была идея возрождения нашей фармацевтической промышленности, была написана концепция «Фарма-2020». И в рамках этой концепции были определенные шаги, последовательные шаги, которые страна должна пройти для того, чтобы получить собственную фармацевтическую промышленность, да. А сначала были простые шаги, надо было научиться воспроизвать дженерики. Дженерик – аналог оригинального лекарственного препарата, выпущенный по той же формуле и технологии, но по истечении срока действия патента. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время дженерики займут треть мирового фармрынка. А уже в следующем году глобальные объемы их продаж превысят 500 миллиардов долларов. Если у вас есть достаточно внятная химическая или молекулярно-биологическая промышленность, то вы воспроизводите лекарства, которые уже есть на рынке, и на ново – это дженерик. Но вы же можете его еще и модифицировать слегка. Весь мир это делает. Вот не надо думать, что… Какая доля лекарств на рынке у нас или в мире новых и дженериков? Ну, тут интересная история. Совершенно новых лекарств появляется в мире единицы. Мало, конечно. Конечно. Потому что новые принципы лечения заболевания открываются очень редко. И потом второй – это очень сложный и дорогой путь. Это очень долго. Миллиардов долларов и масса лет. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И самое главное, что не все страны имеют достаточный уровень компетенции для того, чтобы делать новые препараты. Раз. И второй – экономика. Вот я к этому хочу сказать. Если вы заплатили 2 миллиарда за разработку новых лекарств, вы должны понять, когда вы их вернете. Правильно? Абсолютно верно. Еще вот в этой концепции «Фарма-2020» очень важно было научиться делать простые вещи. Необходимо было, опять же, возобновить то, чем мы раньше владели. И людей сформировать, и новые коллективы, и так далее. И на это была направлена эта госпрограмма. И государство раздавало деньги компаниям, это были просто субсидии, для того, чтобы компании поднимали свой технологический уровень. То есть невозвратные даже. Невозвратные деньги. Просто вложения. Просто вложения. Как государство проинвестировало в создание этой промышленности. Именно так. В государственном реестре отечественных лекарств сегодня больше 20 тысяч позиций. В аптеках и больницах появляются как абсолютно оригинальные препараты, так и дженерики. Российские разработки с уверенностью приходят на смену зарубежным. В том числе в госзакупках. Например, для борьбы с редкими и сложными заболеваниями. В России есть так называемый список стратегически важных препаратов. Это 57 препаратов. Это жизнеспасающие, обезболивающие, кровоостанавливающие, антибиотики. Вот на сегодняшний день удалось здесь прорыва добиться. Если, скажем, ещё 7 лет назад все 57 этих препаратов были импортные только, на сегодняшний день уже почти 40% это российские препараты. Более лёгкие и распространённые заболевания, к примеру, простудные, врачи тоже лечат с помощью российских препаратов. Эксперты подсчитали, как распределяется доля проданных в аптеках отечественных и зарубежных лекарств. Порядка 30% сейчас, если считать в денежном выражении, доля, собственно, продукции отечественного производства. Если считать в упаковках, то соотношение порядка 60% в пользу российских. По словам провизоров, в аптеках прежде всего заинтересованы в тех препаратах, на которых могут заработать. Например, на разнице между ценой и себестоимостью. Российские медикаменты с этой точки зрения финансово привлекательны. Закупочная цена ниже, чем у зарубежных, и транспортные расходы меньше. Несмотря на торговые накрутки, и для потребителя наши лекарства обходятся дешевле. Сейчас такая тенденция, что очень много фармзаводов заходят в сети, и на прилавках появляется всё больше отечественных лекарств. И аптечным сетям крупным, да, очень выгодно продавать лекарства отечественные, потому что на них большая маржа, то есть большая наценка. Нам дают по хорошей цене, с хорошей наценкой мы продаём. Развитию российского фармацевтического рынка сегодня активно помогают на высшем уровне. Этой весной в Госдуме подготовили план по реформированию отрасли. Одно из предложений – 50% аптечных витрин отдавать под российские лекарства. Основная цель была обеспечить базовые дженерики производства на территории Российской Федерации. Во-первых, навыки и технологии восстановить, обеспечить производство на территории Российской Федерации. И это было сделано. По базовым дженерикам сейчас в России где-то порядка 60% производят уверенно. А что такое базовый дженерик? Это большинство препаратов, которые входят в список ЖНЛП. Это что такое? Это список жизненно важных и необходимых лекарств, средств. Проблема в том, что они же как делятся? Подскажите чуть-чуть подробнее. Они делятся как? То, что продается в аптеке. Это не является предметом госзакупки. А то, что государство закупает, оно определяет приоритеты. Что должно быть? Это очень важный вопрос. Мы сейчас говорим не о тех лекарствах, которые лежат в аптеке. Нет, конечно. Мы говорим о госпитальном сегменте в основном. Это очень важная вещь. Скажите мне, по объемам сегмент госпитальный, госзакупок и оборот лекарств через аптеки. Я думаю, что сейчас в связи с введением новых программ, в том числе онкология, я думаю, что государственный сегмент закупок больше, чем аптечный оборот. Там немножко другие правила в аптечном обороте. Там за препарат голосует потребитель рублем сам. Что идет и покупает. Да, что идет и покупает это там. Но здесь же в нашей сфере, в которой мы работаем, мы с нами работаем в области госпитальных закупок. Мы там, наверное, самая крупная компания, которая производит в области госпитальных закупок. Наверное, три года мы уже лидеры в этом отношении. На нашего лета. Да, мы биокарты. А до этого, когда вы начинали, у нас ничего начали. Ничего, очень было плохо. То есть у нас был практически ноль. Иностранцы в основном. Ну, я про это и говорю. То есть у нас рынок был полностью оккупирован иностранными компаниями. Много-много лет. Да. Это, конечно, очень чувствительная отрасль. А здесь мы говорим о вещах, которые связаны с жизнью человека. И здесь мы не можем так жестко действовать. Но постепенное импортозамещение, оно очевидно. Потому что растет уровень компетенции в отечественной фарме. Растет, соответственно, доверие среди врачебного сообщества. Потому что они же не просто так с нами боролись. Они же не просто так уничтожили промышленность. Они же еще сформировали миф в головах. В головах, что у нас плохие лекарства, что мы ничего не можем. Самое главное разочарование всей этой истории в том, что в России сделать ничего невозможно. Это было просверлено в головах наших коллег. У нас журналисты до сих пор убеждены, что у нас ничего нет. Ничего не очень многие. И дальше, как бы работая с врачами, приглашая в лабораторию, рассказывая, как это все работает, мы постепенно, постепенно меняли наше. Восстанавливаем доверие. Восстанавливаем доверие. Это первое. Самый главный был вопрос, это чтобы наши врачи, наши собственные врачи нам поверили. И дальше, накапливая компетенции и делая простые препараты, которые уже вышли из-под патента, так называемые дженерики, мы должны перейти к новому этапу, делать уже более сложные аппараты. Например, препараты биотехнологического синтеза. То есть не химические, а биологические. Биологические, потому что там живые клетки создают те молекулы, которые мы используем в лечении пациентов. И в следующем этапе мы должны уже начать делать новые молекулы против известных таргетов. Весь мир знает эти таргеты. Это не является прерогативой какой-либо страны или какой-нибудь компании. Вы прекрасно лучше меня знаете, когда открывается структура какого-нибудь таргета, появляется публикация в НЭЧе, и все очень быстро бегут для того, чтобы заблокировать вот этот рецептор и получить молекулу эффективную с дальнейшим выходом на рынок с точки зрения лекарства. Весь мир участвует в этой гонке. Эти таргеты все известны. И вот, кстати, совсем недавно, ну где-то это полтора года назад было, появился совместный приказ Минпрома и Минздрава, в котором весь список перспективных таргетов описан. Ну, на протяжении 10 лет. Да. И для нас это является неким ориентиром... Надо пояснить, о чем идет речь таргет. Это биологические соединения, которые, ну, либо воспроизводятся, либо те рецепты, которые должны блокироваться. Да. Что надо заблокировать? Абсолютно верно. Вот, например, известный препарат, который мы выпускаем для лечения женщин с раком груди, он как раз блокирует рецептор ХЕР-2 на опухоли у клетки, и тем самым привлекает, так сказать, неестественные киллеры клетки и начинает ее, как бы, так сказать, уничтожать. Да, да. То есть там много, так сказать, таких механизмов. Самое главное, да, что мы всегда должны иметь цели и ориентиры. И вот фактически так получилось, что два министерства, которые являются для нас ключевыми, да, потому что мы здравопотребители, вот, определили цели на 10 лет вперед. И фактически любая компания сейчас при поддержке государства, без поддержки государства, может спокойно двигаться, задавать молекулы, и, скорее всего, это уже так называемое импортоопережение, да. Мы знаем, что через 5-6 лет эти молекулы придут на рынок, давайте сделаем свою хорошую и посмотрим, кто лучше. Мы это делаем, и у нас это получается. Конечно, у нас всегда традиции-то были, школы важные. Так что вот здесь, с точки зрения, как бы, видения, что должно быть, примерно понятно, да. Но очень важно одновременно с этим поднимать технологические платформы, так называемые, да, без наличия технологических... Это что такое? Это совокупность знаний и умений, и приборов, оборудования, и промышленных площадок, которые позволят этот препарат выразить. Это чтобы можно было эту молекулу создать. И на самом деле они не менее сложные, чем в авиастроении и в других отраслях. Даже, может быть, более... Это на самом деле, я бы сказал так. Вот то, что я вам говорил в самом начале, уважаемые телезрители, что вот для того, чтобы, так сказать, создать лекарства, вы проходите сложнейший путь. Вот то, что я вам писал, это была научная платформа для разработки лекарств, которая должна включать в себя выделение белковой фабрики, которая выделяет этот биологический объект, которая превращает его в кристалл. Затем рентгеновский синкратурный центр, который смотрит этот анализ, расшифровка структуры и так далее. А дальше эта же платформа обеспечит. Когда лекарство создано, понятно, дальше вам надо производить сырье. Конечно. Вам надо его там чистить, проверять. Характеризовать, постоянно контролировать процесс. Потом превратить его в лекарство, дальше упаковка, ну и так далее. Огромный процесс. Это и есть платформа. Это платформа, да. И это надо уметь. Это надо уметь делать в стране. Окраина Санкт-Петербурга, поселок Стрельно. Здесь расположилась одна из крупнейших биотехнологических компаний в России по производству медикаментов нового поколения. С их помощью можно лечить сложнейшие заболевания, в том числе аутоиммунные и онкологические. Разработка препарата можно разделить условно на несколько таких больших блоков. Это ранняя разработка, когда мы просто ищем структуру, молекулы. Затем уже фармразработка, то есть когда мы пытаемся наши знания, вот эти вот, по сути, это фундаментальные на самом деле знания, применить в некой уже технологии, которая может быть масштабирована на производстве. И, собственно, производство. Современные лекарства воздействуют прицельно на иммунную систему. В их основе моноклональные антитела. Материал для работы ученые берут как у людей, так и у животных. Мы колем ламом антиген, белковый препарат. Через определенные промежутки времени забираем кровь. Из крови выделяем лимфоциты периферической крови. И из них уже, собственно, начинаем сформировать то вот антитело, которое нам необходимо, которое наиболее эффективно будет в дальнейшем использоваться для создания препарата. В этих лабораториях хранятся уже миллиарды антител. Их тщательно отбирают, тестируют, синтезируют. В своей работе ученые используют и компьютерное моделирование. Опираясь на те данные, которые мы получили в процессе разработки природного, в процессе отбора природного кандидата, мы уже можем спрогнозировать, как те или иные аминокислоты будут влиять на какие-то характеристики, соответственно, сделать дизайн. И дальше мы можем уже синтезировать это антителло химически. Чтобы зарегистрировать лекарство, нужно убедиться в его эффективности и безопасности. Для этого проводят доклинические и клинические испытания. Это самый длительный этап. Исследования могут проходить на протяжении 5, 7, даже 9 и более лет. Это связано с тем, что необходимо всесторонне изучить эффекты препарата. Ежегодно у нас проводится не менее 20 клинических исследований. Сегодня на стадии разработки здесь находятся более 40 препаратов, а почти 60 уже зарегистрированы. С помощью моноклональных антител учёные создали уникальное лекарство для лечения тяжёлого псориаза. И ещё три биоаналога для терапии разных видов рака, которые способны заменить дорогие иностранные препараты. Российские лекарства нового поколения с нетерпением ждут и врачи, и пациенты. Эти виды лекарственных препаратов блокируют те механизмы, которыми опухолевые клетки защищаются от действия иммунной системы. И воздействие на них, снимая их, данный вид терапии, терапия ингибиторами контрольных точек, позволяет иммунной системе разрушать опухоль, то есть реализовывать тот противоопухолевой эффект, который мы и ждём, когда используем те или иные виды лекарственной терапии. Крупный завод по производству отечественных онкопрепаратов должен появиться и в российской столице. На базе Технополиса Москва. Запуск намечен на 2021 год. Планируется, что новое фармпредприятие будет производить 40% жизненно важных лекарств для лечения рака. В следующем этапе мы видим уже развитие генотерапевтических препаратов. Это когда мы можем при помощи различных систем доставки поменять какой-то битый ген. Это то, что так называемые наследственные заболевания, они в основном орфанные, но они дают возможность человеку просто жить. Иначе человек погибает. Орфанные – это редкие. Это редкие заболевания. Это те, которые в основном у детей проявляются. И это же большая трагедия, когда ребёнок рождается сложным орфанным заболеванием. И здесь новые системы доставки на основе вирусов, вирусных частиц, капсидов, антител и новых генотерапевтических препаратов направлены именно на это. Потом плюс клеточные технологии, клеточные терапии. Когда мы искусственно меняем геном клетки наши, взятые у человека, меняем с целью того, чтобы она стала не просто клеткой, а становилась клеткой убийцей определённой опухоли. Она находит этот рецептор из специфичной давности и делает своё дело. Убивает это карти технологии так называемые. Мы тоже умеем делать. Мы должны в любой момент ответить на все вызовы, которые перед нами ставит система здравоохранения в целом. И в этой ситуации, конечно, безусловно, важно не просто производственную мощность создавать. Сейчас уже в стране, слава богу, с производственной мощностью становится всё лучше и лучше. Это уже создали. Завод построить несложно. Важно поддерживать именно базовые исследования. Там, где мы определяем, какое свойство должно быть у молекулы, какой таргет, как мы будем это дело всё совмещать. Вот эти исследования, то, чем вы занимаетесь, кристаллография, которая позволяет нам увидеть структур. Сегодня мы с вами обсуждали. Простите, надо секунду. Вот, смотри, мы с вами обсуждали. Вот, скажем, у нас есть, помимо синхротрона рентгенского видения, у нас есть электронный микроскоп, криомикроскоп. То есть сегодня разрешение. Вообще поразительная вещь, что вместе мы делаем рентген с микроскопией. Вы можете видеть, как, скажем, биомолекулу, например, рибосол, и с ней взаимодействует антибиотик. То есть на уровне взаимодействия атомов вы это просто физически можете видеть. Вот есть фильм у нас снят. Просто как это вообще представить? На каком уровне это происходит? Это даёт нам новые инструменты для того, чтобы новый молекул создавать. Если человек может увидеть, он может, скорее всего, понять. Потому что мы так устроены, мы через органы своего восприятия познаём мир. Если мы ещё можем такие сложные объекты видеть, так это вообще здорово. И поэтому всё это должно быть. И на самом деле для нас очень важно то, что сейчас и академическая наука тоже, как бы, так сказать, двигается в тех направлениях, которые мы с вами обсуждаем. И финансирование академической наука... Запрос появился, главный. Запрос появился раз. Во-вторых, в академической среде, в том числе молодёжь пришла, на самом деле. Много молодёжи, которым интересно не в бизнес-компании идти, а идти в такие базовые исследования, там, фундаментальные. Это очень здорово, на самом деле. Не, но надо сказать, что вот, понимаете, какая штука. Вот мы видим, за какой срок, вот когда было принято фарма-2020? Ну, это, может, 10 лет назад. 10 лет прошло. Да, вот смотрите, фактически за 10 лет мы восстановили базово фармацевтическую промышленность. Она уже есть. Правильно? Да. Можно сказать, этот этап состоялся. Полностью. Да. Теперь следующий этап достаточно сложный. Есть вот такой рыночный параметр – цена-качество. Если вы даете хороший продукт, и он конкурентнее по цене, то вы всё равно выиграете. Вот у нас... Даже мы сейчас не говорим про наш собственный рынок, у нас такая ситуация во Вьетнаме. Да, мы экспортируем во Вьетнам наши препараты, и я с местными коллегами разговаривал, поехал специально, и говорю, вот как же мы тут у вас всё выиграем-то. Он говорит, вы даёте хорошие препараты по нормальным ценам. Действительно. Потому что иностранные мы не можем купить, там швейцарские, американские. Дорого, мы обеспечиваем всего 10 человек, а нам надо 110 человек обеспечить. А кто оценивает и как? Вот каков контроль качества? Вот я хочу спросить и во Вьетнаме, и у нас. Вот смотрите, есть иностранные лекарства. Мы делаем аналог, да, теперь. Дальше врачи покупают вот тот дорогой аналог, наш дешевле. Это уже есть, да. Но теперь качество. Кто оценивает это качество? У нас и на иностранном рынке. Ну, прежде всего, мы считаем, что те лекарственные препараты, которые допущены на рынок, так должно быть. Ну да, прошедшие сертификации, ЧМП сделаны и так далее. Понятно. Я не говорю о прошлых временах, когда иностранные препараты без всякого контроля допускались на наш рынок, неважно, с какой стороны происхождение. Второй показатель с точки зрения качества – это то количество инвестиций, которые вы вкладываете в разработку препарата. То есть, в принципе, безумие, да, инвестировать большое количество средств в разработку препарата, а потом быть снятым с торгов или там получить большое количество побочных явлений. Другой вопрос, что если мы говорим о иностранных препаратах, ну, так складывается, да, что они все из одной бочки в основном, да, а эта огромная бочка находится либо в Китае, либо в Индии. Поэтому мы тоже понимаем вопросы качества. И вот фантастическая история. Российская Федерация, не так давно, где-то, может быть, три года назад, у нас был принятый ряд постановлений, и мы начали ездить по тем заводам иностранных компаний, которые, как бы, сюда поставляют препарат. Они столкнулись с таким выпиющим фактом, в том числе и на европейских площадках, когда они приезжают, а линий-то нет, которые заявлены в документации. Документация подана, все делается, типа, на европейской площадке, они приезжают на эту площадку. Ее нет. Ее просто нет. Они спрашивают, а это где? А у нас на аутсорсинге модное такое слово по контракту где-то в Индии изготавливается. Вот мы покупаем, Саня, шикарную упаковку, там, швейцарское лекарство, американское, еще что-то. Мы должны понимать, что логика капитализма и рыночного, она очень простая. Вам, чтобы было больше прибыли, надо дешевле производить. Потому что мы участвуем в некой большой... Конкуренции в сложных... Конкуренции в большие фармацевтические гиганты, там, с миллиардными бюджетами. По сути, нам нужен Газпром в фармацевтике, в неком смысле, чтобы конкурировать с этими гигантами в перспективе. Правильно? Да, но компании с похожим уровнем капитализации. Ну, я это имею в виду. Газпром условно в кавычке. Условно, да. Потому что очевидно, что фармацевтический рынок, он очень капиталоемкий. Он не менее капиталоемкий, чем создание авиационной техники, чем создание военно-промышленной техники. Это очень капиталоемкий рынок. Вы имеете в виду инвестиционный рынок? Инвестиционный рынок. То есть, дорого стоит это сделать? Капитал уже для всего. Изначально. Инвестиции дорогие. Абсолютно. Для первичных инвестиций, для строителей каких-то специализированных технологических комплексов, если, как мы говорим, о новых технологиях. Да, да, да. То есть, это капиталоемкий рынок, капиталоемкая отрасль. Отрасль как таковая. И мы, когда об этом говорим, мы должны понимать, что у отечественной фармацевтики есть только один источник. На сегодняшний момент я сейчас не говорю о кредитах банковских под тем процентом, который сейчас в стране существует, а именно наш собственный рынок. Пока мы не выплеснулись, пока мы не стали глобальными компаниями, когда мы не собираем деньги со всего мира, а это будет, точно будет. Потому что у нас следующая задачка, нам не только надо на собственной рынке зарабатывать, нам надо идти в мир, надо зарабатывать на тех рынках, которые у нас есть и будут в ближайшее время. И эта задача невозможна без существенных капиталов вложений. Это серьезная задача. И это связано, конечно, с правильными государственными решениями. Раз, с глубоким пониманием процессов в широком суе слова. И в этом смысле эти были два необходимых условия, которые позволили принять программу «Фарма-2020», которая успешно продемонстрировала то, что называется простыми словами импортозамещение. А на самом деле фактически восстановила так или иначе базово фармацевтическую программу. Теперь следующий вопрос. Создание принципиально новых лекарств и поднять это на новый уровень, более сложных, новых и так далее. Это требует существенной повышения наукой емкости этого процесса. Структурные исследования белков сегодня играют важнейшую роль в разработке новых лекарств. Благодаря полученным данным можно создавать препараты направленного действия, которые улучшают работу конкретного органа или группы клеток человека. В Национальном исследовательском центре Курчатовский институт работает белковая фабрика. Здесь способны наработать, выделить, очистить и охарактеризовать сотни новых белков с помощью всех доступных сегодня методов. Спектроскопии ядерного магнитного резонанса, просвечивающие криоэлектронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Последний метод наиболее востребован. Около 90% структур макромолекул в мире получено этим методом. Но для его применения необходимо получить из белковых молекул кристалл. Процесс подбора условий и кристаллизация может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев. Если вы знаете, как расположены атомы белка в пространстве, вы можете подобрать низкомолекулярные химические соединения, которые в буквальном смысле слов, как ключ к замку, идеально подходят к молекуле белка, связываются с ней, либо её ингибируют, то есть, например, уменьшают её активность, если она какая-то опасная, токсичная, либо наоборот активируют или, как мы говорим, модулируют, если она какая-то полезная для человека. До того, как связаться с белком, лекарство должно проникнуть в клетку. На станции Ленгмюр Курчатовского синхротрона могут моделировать подобные процессы. В основе метода рентгеновское исследование молекулярных плёнок, сходных по составу с клеточной мембраной на поверхности жидкости. При заданных условиях эти тончайшие плёнки начинают работать по тем же законам, что и защитная оболочка клетки. Это позволяет на молекулярном уровне проанализировать взаимодействие клеточной мембраны с вирусами и лекарствами. У вас на образец, на поверхность жидкости, на вашу плёночку падает рентгеновское излучение и, соответственно, взаимодействует с вашим изучаемым объектом, отражается и возбуждает флуоресценцию от всех элементов, которые, собственно, входят в состав вашей изучаемой плёнки. Уникальность, в принципе, лангмюрерской технологии состоит в том, что вы на поверхности жидкости можете создать плёнку толщиной в одну молекулу, но различного состава, такого, какого вам нужно. И при этом её структура тоже будет зависеть от ваших пожеланий и предпочтений. Изучение структуры биомолекул позволило создавать более эффективные лекарства. Например, современные препараты для лечения гриппа помогают почти втрое ускорить процесс выздоровления больного. Когда расшифровали структуру одного из ферментов вируса гриппа, который ответственен за выход уже готового вириона из клетки, за лизис клетки и заражение других клеток, за нарушение клеточной мембраны, проникновение внутрь клетки, когда расшифровали структуру этого фермента, научились бороться с ним, подбирая определённые соединения, которые связывают этот фермент и инактивируют его. Учёные уверены, лечение самых тяжёлых заболеваний уже невозможно без новых знаний об устройстве белковых соединений. Дальше надо совершить следующий этап, следующий шаг, и перейти от копирования и понятных технологических наработок к новым разработкам. Это сложнее, потому что это требует нового подхода в менеджменте и управлении, как бы в компании прежде всего. А вот что это значит, вот чуть подробнее? Какая разница для вас, для менеджмента и управления? Это дженерик или это принципиально новое? Это говорит о том, что мы должны внутри организации создать новую культуру, которая ориентирована на поиск новых продуктов, которая ориентирована на то, чтобы креативно подходить к решению задачи, и не стесняться более глубоко копать те процессы, которые существуют в нашей области. Но я могу сказать, что нам стало сильно легче, когда было принято решение правительством, схема двое наших, третье лишнее. Когда два отечественных производителя производят те же самые препараты, иностранный производитель не допускается. Нам не нужен иностранный препарат. Мы ввели эти ограниченные меры, они не совсем жесткие. Но я считаю, что следующим шагом, наверное, я думаю, что будет, и, скорее всего, есть много предпосылок для этого, мы должны сфокусироваться на производстве субстанции полностью в Российской Федерации. А вот сейчас какова доля? Сейчас, я могу сказать, в большей степени по своей компании, объясню, потому что те лекарства, которые мы производим, субстанцию купить невозможно. Ну да, вы вынуждены производить. Мы должны разработать всё с нуля, да, от гена до флакона, мы говорим, да. А по традиционным химическим препаратам, да, таким, ну, больше 30 лет, да, много покупается. Но новые, вот то, что вот в ближайшее время выйдет из-под патента и так далее, уже идут проекты по созданию собственного синтеза. Это тоже крайне важно. И здесь важно, чтобы государство поддержало тех, кто сами делает субстанцию, независимо, как бы, так сказать, от иностранных источников полный цикл. И это показывают вот те препараты биологического класса, которые мы производим. Если бы мы не сделали полный цикл в стране, у нас бы никаких шансов не было бы выйти на этот рынок и делать такие препараты. Ну, просто никто не продает субстанцию. Потому что создание этой субстанции – это некая уникальная технология. И мы это создали, это и есть в стране. И мы еще с этими продуктами и наших иностранных коллег потеснили существенно с рынка. Но тут очень интересный факт тоже, да, что нам поверили, мы этот проект защитили. И на всех уровнях государственной системы нас просто поддерживали. Нельзя сказать, что фарму не поддерживали. Фарме грех жаловаться. Ну, это-то, конечно, мы получили просто прямое инвестирование. Расскажите теперь, как вы работаете с наукой и с молодежью? Знаете, с молодежью – это глубоко убежденность, что надо начинать со школы. И мы очень дружим со всеми нашими, так сказать, выдающими школами, которые находятся в Санкт-Петербурге, и не только. Без этого не бывает исследователей, ученых не бывает. У вас какая доля, как бы, ну, так сказать? У нас средний возраст – 30 лет исследователей. Вот у вас есть научные подразделения, да? Ну, конечно. Ну, там сколько, наверное, примерно человек? У нас совокупно 400 человек в исследовательных работах. То есть именно в исследовательных, да? Да, в исследовательных, да. А производящая часть? Производящая часть небольшая, это где-то, может быть, 300 человек примерно. А, то есть… На исследовательской части она… Это очень важно, потому что она уже роботизирована. Она роботизирована, раз, но все равно это требует большого количества умных людей. Потому что очень много направлений. То же самое, когда мы создаем, например, самолет, да, мы должны иметь людей, которые занимаются прочностью, да, и конструкторов. И одновременно людей, которые занимаются аэродинамикой и электроникой и так далее. То есть это большая комплексная задача. Создание любого лекарственного препарата – это большая комплексная задача. И там от молекулярных биологов до врачей участвуют. Уважаемые телезрители, нам надо заканчивать передачу. Я хочу вам сказать, что вот посмотрите, насколько вот, первое, я повторюсь, сложный процесс создания лекарства. Это первое. Второе, насколько он глубоко наукоемкий. Вы представьте себе, у вас здесь генетика, у вас здесь рентгеновская кристаллография, у вас здесь белковая кристаллография, у вас клеточные вещи, иммунные, это все вместе. Плюс колоссальная регуляторная база, которая описывает, как это должно происходить, как, понимаете, и так далее. Это только начальная научная часть, плюс компьютинг и так далее. Значит, вот вы это проделали. Дальше у вас испытательная база сложнейших тестов, всего остального и так далее. Тесты на животных, клиники, доклиники. А затем технологическое решение, создание производства, систем контроля и так далее. Вот у нас вот простая вещь, скажем, допустим, вот у нас есть производство радиофармпрепаратов для диагностики с помощью презитронной эмиссионной томографии. Это же очень простая вещь. Вот вы, у вас с одной стороны работает ускоритель. Ускорить сложнейшая машина ядерно-физическая, которая нарабатывает вам нужный изотоп. Затем он переходит в следующий зал, там у вас стоит радиохимическая установка, которая проводит очистку, выделение того изотопа, который наработал из всего этого дела, затем очистка. А затем отдельная золотая характеризация. Каждая порция сделанного препарата запаковывает в специальный контейнер, так сказать, традиционно защищенный. Но главное, что она имеет паспорт, который потом хранится на протяжении многих лет. Потому что если вы неправильно сделали, не так его очистили, он вместо диагностических средств может превратиться в убийцу. Понимаете? Как бы, то есть, поэтому насколько сложный процесс. И это все мы восстановили за весьма короткий срок. Полностью все имеем. И насытили свой рынок существенно вот теми жизненно важными, жизненно необходимыми лекарствами. Второе. Мы продемонстрировали полную дееспособность восстановить легко в короткий срок свое умение делать эти сложные вещи. И с учетом тех традиций, которые у нас были, опыта и сегодняшней, как бы, общей ситуации, подъема науки, мы имеем колоссальную базу, платформу для рывка, теперь уже и создания новых лекарств, и занятия мировых рынков. Будем стараться. Поэтому пожелаем вам удачи. Спасибо большое. И я думаю, что будем с научной платформой помогать активно развитию вашей научно-производственной деятельности. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.